Всем привет, птички мои! Сегодня, наконец, переходим к маленькому чёрному платью. Уже сказано, пересказано про него, говорено. Но всё равно существуют какие-то новшества и какие-то лайфхаки. Сегодня мы поговорим о чёрном платьице. Не большом, не театральном, а именно о маленьком чёрном платье. Вот. И Карл Лагерфельд говорил всё время, что в маленьком платье невозможно выглядеть не слишком вычурно, не слишком просто. В общем, оно как будто бы рама для картины, в которой вы можете рисовать всё, что угодно. Есть белая рубашка тоже, а есть ещё и маленькое платье, которое можно обыгрывать как угодно. И всегда нужно иметь в своём гардеробе, обязательно, потому что выручают всегда. Эта фраза обязательно всплывёт в разговоре женщин, которые жалуются, что им нечего надеть. Всегда нужно иметь в своём гардеробе маленькое чёрное платье. Как будто бы обладание чёрным платьем решит все уравнения в моде. И эта же фраза, ставшая банальной, часто звучала в затуманенных головах спонтанных покупательниц, не способных вложить деньги в маленькое чёрное платье, но готовых и тратить эти же самые деньги на всякие мелочи, на десятки куда менее необходимых вещей. Лучше бы отказаться от всякой бижутерии дешёвой и вещи, которые вы не носите, но купите хорошее платье из хорошей ткани, которое держит форму, платье-футляр или что-то такое, что корректирует вашу фигуру, а затем уже покупайте дорогие украшения к нему, если хотите обыграть, жемчуг, это классика, золото, серебро, смотря какой у вас степаж, какой цвет волос. И всё же, хотите верьте, хотите нет, но именно в вашем гардеробе маленькое чёрное платье гарантирует десятки образов, от самого изысканного до самого модного, от самого простого до самого вычурного. В общем, достаточно в зависимости от ситуации сменить балетки, например, на туфли на высоких каблуках или смокинг на кожаную куртку на косуху или непрозрачные колготки на чулки в сеточку и всё, и образ, и то же самое платье другой, и образ другой, и то же самое платье будет играть совершенно по-другому. Маленькое чёрное платье – это в каком-то смысле краеугольный камень продуманного, шикарного, практичного гардероба. И не случайно оно фигурирует везде. Это то, что вам просто необходимо, действительно, это то, что нужно иметь. Ну, если хотите, немного истории от траура до эротики. Сначала были слёзы целых два года, траура целых два года, только в чёрных платьях – это траур, да? Это было в XIX веке. Траур носили женщины. Мало того, что им приходилось смотреть на своё отражение в зеркале, о, этот взгляд побитой собаки, так их ещё и лишали права на фантазию, заставляли забыть о финтифлюшках всяких в канареечном цвете. Короче говоря, это всегда был траурный цвет. А потом наступил 1926 год, и Шанель Габриэль заявила о себе некая молодая особа, решившая, вероятно, что следующие два века её имя непременно станет ассоциироваться с гениальностью и будет вызывать истерику у женского населения при появлении каждой новой модели в её магазинах. Кстати, да, небольшое отступление. Недавно была, ну, где-то в прошлом году, по-моему, на этой улице, где магазин Шанель. И все там фотографируются, не заходя вовнутрь, на заднем плане витрины Шанель. И, в общем, до сих пор пользуются успехом безумным. Хотя там, в округе, и Диор, по-моему, находится, и вот на этом же самом перекрёстке. И другие магазины очень дорогие, бутики. Ну, вот про Шанель сегодня. И вот как раз эта Шанель решилась на немыслимое. Она укоротила подол и вернула достоинство чёрному цвету. Укоротила подол женщинам, которые были в трауре. Именно ей принадлежит исполненное коварство фразы, произнесённая в адрес её буржуазных клиенток. «Решительно, они слишком плохо одеты. Я их всех одену в чёрное, чтобы привить им вкус». Так говорила Шанель. Ну и потом это, конечно же, гениальный маркетинговый ход. Шанель отреагировала на охватившую женщин жажду свободы. Нарисовала простое чёрное платье с длинными рукавами, длиной приблизительно по колено. Это называется, по-моему, «Итальянская длина». Ну, может быть, чуть выше колена. И журнал «Вок» набросок опубликовал. И что было? Скандал. Так было придумано первое маленькое чёрное платье. Символ современности, элегантности, всё, что хотите. Ну и, конечно же, критики Пуритане словно с цепи сорвались. Подумайте только. Чёрный цвет, предназначенный исключительно для вдов, для прислуги, для женщины лёгкого поведения, вдруг предлагают носить буржуа. То есть каждый день всем женщинам скандал усугубляла ещё и длина платья предложенного Шанель. Ну, Шанель вообще скандальная особа, конечно. Фурор, революционер в мире моды. И эта длина по коленам позволяла дамам свободно бегать, работать, танцевать, как сумасшедшим. И куда меньше прегрешений не оставались безнаказанными. К счастью, Библия хорошего вкуса, я имею в виду американский ВОК, придерживался другого мнения и увидел в этом творении символ простоты и униформу современной женщины, назвав это маленькое чёрное платье Фордом от Шанель. И всё, дело сделано. Успех маленького чёрного платья был не за горами. Но дальше идёт эротический заряд маленького чёрного платья. Тридцатые годы, шестидесятых, и с тех пор своё маленькое чёрное платье предлагали такие великие кутерье, как Алайя, Кескиар, Рикардо Тиши. И это лишь некоторые имена. А вот, кстати, небольшое отступление. Знали ли вы об этом, что существует 50 оттенков чёрного? Нет чёрного цвета, есть чёрные цвета, говорил Ивсен Лоран, который в год своего 19-летия получил первый приз на конкурсе Международного секретариата шерсти. Вот именно за маленькое чёрное платье. Скандал. В 1884 году в Париже художник Джон Сингер сарджент дал повод для настоящего скандала, выставив портрет прекрасной госпожи Гитроу, одетой в чёрное платье на двух бретелях, инкрустированных драгоценными камнями. Всё бы ничего, если бы одна из бретелек не спадала небрежно с плеча, придавая портрету непозволительную чувственность. И чтобы успокоить умы, художник вернул бретельку на место, но исправить уже, к сожалению, ничего нельзя было. И он лишился, как бы вы думали. Почти всех заказов, девочки, это было, конечно, скандал. Это был скандал. А вот вам ещё интересный факт. Два платья, два скандала. Ну, одно-то из них вы все знаете. Один и тот же костюмер, Жан-Луи Берто, большая часть карьеры которого прошла в Голливуде, создавал чёрное атласное платье, футляр. Платье-футляр – это когда оно очень обтянутое, такое вообще никакое. для Риты Хейворд в гильдии. И второе, внимание, телесное платье для Мерлин Монро, как вторая кожа, в котором она пела свою речь президенту. На ней буквально она выглядела, как будто бы обнажённой. Помните этот знаменитый её поздравительный? «Happy birthday to you, Mr. President!» В общем, это было 19 мая 1962 года. Поздравляла Мерлин Монро президента Кеннеди с днём рождения. Иными словами, он создал два платья для двух самых сексуальных женщин 60-х годов. И ещё одно из самых знаменитых чёрных платьев – это в 1961-м платье «Хэпперн». В первой сцене фильма «Завтрак у Тиффани», где она стоит и смотрит на витрины магазинов. Онри Хэпперн одета в чёрное платье от французского кутюрье «Живанши», с которым она дружила, которого она буквально навязала продюсерам. Режиссёр Блейк Эдвардс хотел, чтобы героиня Хэппер носила чёрное платье, в то время, когда все молодые женщины предпочитали пастельные тона. У меня, кстати, на ум пришло. Анна Каренина, когда она на балу была в чёрном, естественно, на фоне всех пастельных женщин, девочек, она выглядела тигрицей такой, все взгляды приковывала именно чёрным платьем. Это был такой своеобразный ход, чтобы притянуть внимание. Итак, изысканность и сексуальность актрисы Эодри Хэпперн в этом платье достигают наивысшей точки в создании этого образа свободной женщины. В общем, этот цвет, если обобщить все эти исторические факты, очень делает сексуальным женщину и в то же время элегантным образ. И носить его нужно уметь. Где-то в своих первых видео я говорила про чёрное платье, но совсем коротко. И говорила про то, что одна из героинь выставила свою спину. Помните, есть такое ещё выражение «Дегольте не спереди, а сзади». Но вот это как раз вырез, когда вырез на спине заканчивается над самыми ягодицами. Получается своеобразное «Дегольте». Автор платья Ги Ларош. И он сумел взволновать целое поколение, а платье это одевала Мирей Дарк. Помните «Высокий блондин в чёрном ботинке»? Это фильм 1972 года. Спина Мирей Дарк. Наберите в гугле, узнаете. В общем, никого она не смогла оставить равнодушной в таком дегольте. Теперь от истории переходим к моделям. Маленькое чёрное платье вы найдёте практически у любой марки. У всех. И каждый божий сезон, каждый год. Остаётся только определить ваши потребности. И если у вас пока нет такого чёрного платья, то это не значит, что надо бросаться на первое же попавшееся. Главное – найти такое, которое вы сможете надеть при любых обстоятельствах. Любых, подчёркиваю. Будь на вас кроссовки или каблуки 12 см. С рассвета до заката. Намеренно забудем о сложных драпировках, о симметриях, о юбках короткой, которая спереди или длинной сзади. В общем, слишком офигенных фасонах. Забудем об этом. Сосредоточимся на четырёх неподвластных времени моделях. Это платье с тремя отверстиями, то есть платье-труба, отверстие для горловины и для рук. Трапеция. И его более современный вариант платья фигуристки. Платье с запахом. И платье с круглым вырезом и длинными рукавами. Называемое классическим. Ну вот, начнём с первого. Платье, так называемое, без рукавов, с тремя отверстиями. Это квинтэссенция маленького чёрного платья. Почему три отверстия? Да потому что, ну, самый простой фасон, строгая, вне времени. К нему легко подобрать аксессуары. Вырез круглый, рукавов нет. Платье может быть и мини, то есть до середины бедра или до середины икры. Вам решать, насколько вы хотите открыть ноги. Но классический покрой предпочитает длину до колена. Другой фасон. Платье с круглым вырезом и длинными рукавами, то есть классическое. Но не обманывайтесь словом классическое. Это платье намного более сексуальное, чем модель с тремя отверстиями, потому что его можно носить и зимой, и летом. Есть рукава. Вырез может быть более или менее открытым. Рукава могут быть короткими, три четверти или вообще длинными, в зависимости от времени года. Ну, поэтому оно и называется классическое. В идеале в таком платье должен быть немного эластан в ткани, то есть оно должно чуть-чуть тянуться, потому что оно красивее смотрится и украшает фигуру, если мягко облегать женские формы. Не как шелковая блузка белая, а именно вот здесь можно дать себе волю, потому что черный цвет, он как бы скрадывает полноту. И даже если будет грудь слегка обтягивать, то это ничего страшного, потому что впереди-то у нас кнопок нет, нет застежки. Имеется в виду вообще никакое платье, обычное, прям вот просто по фигуре. Итак, платье с тремя отверстиями напоминает скорее трубу. А вот у этого классического такие платья называются бодикон, потому что они обтягивают ягодицы. Если оно может отпугнуть женщин с округлыми формами, большие бедра, то с помощью некоторых уловок, например, ну с помощью корректирующего белья, грации, она может и красить любую фигуру, пышную и не очень. Только девочки, смотрите, чтобы сзади вот этих вот не было перетягивающих спину под лопатками без галтеров, потому что мы сзади себя плохо видим. И отпечатков на белье, в смысле, если оно трикотажное, то трусы сразу выделяются, все вот этого, чтобы не было. Потому что все сразу, все впечатление портится. Одевайте корректирующее белье, имеется в виду здесь демисезонный вариант или зимний, а если лето, то имеется в виду полные женщины, то тут уже совершенно другой фасон подойдет. Скорее платье трапеция. Платье трапеция облегает грудь и постепенно расширяется к середине бедра, то есть оно не приталенное. И такая модель отвечает тем же критериям, обтягивающие сверху и свободные внизу. Но при этом талия слегка подчеркнута, слегка. Никаких особых рекомендаций по поводу ткани. Здесь все очень индивидуально. Платье трапеция может быть и из джерси, и из шелка, и из поплина, хлопка, и даже, ну, я не знаю, даже из-за льна, наверное, смотря что, какой вариант, какой сезон. Оно может показаться немного детским, но это исправляется с помощью аксессуаров. А вот маленькое черное платье с запахом – это когда одна пола заходит на другую, ну, почти нет застежек, и где-то на талии завязывается, как халат, да? И своим успехом оно обязано американскому дизайнеру Диане фон Фюрстенберг, которая в 1974 году выпустила в широкую продажу такую модель платья. Оно удобное в носке, практически не мнется, потому что в него заворачиваешься, как в кокон, и можно и убавить, и прибавить ширину, в общем. И оно, кстати, вот это вот платье с запахом на большую грудь очень хорошо подходит. Ну, приблизительно, вы ознакомились с четырьмя основными покроями. Это платье труба, три дырки, классический вариант, расклешенное и с запахом. Вот у нас четыре. И теперь, когда вы познакомились с фасонами, давайте выбирать маленькое черное платье, идеально соответствующее вашему телосложению. Я даю некоторые рекомендации. Исходя из того, что черный цвет всегда стройнит, маленькое черное платье априори подходит, в принципе, для любой фигуры. И универсальный совет для всех – это надевайте обувь на каблучке, ну, более или менее в высоком каблучке, в зависимости от того, какие каблуки вы можете выдержать, от ситуации, естественно. Но каблук, пусть он будет небольшой, заставляет и икры, и мышцы напрягаться, они становятся чуть-чуть объемнее, ножки выглядят более симпатичные. Ну, а это всегда смотрится красиво. И этот совет предназначен для тех, кто хочет зрительно увеличить рост. Кстати, да, ножки чуть-чуть удлиняются визуально, а все остальное, разумеется, могут носить, все остальные могут носить обувь и без каблуков. Так, платье с тремя отверстиями. Кому носить? Для женщин с небольшим животиком, слегка полноватыми бедрами, ну, или с тем и другим одновременно. Потому что платье с тремя отверстиями, то есть труба такой прямой, скрадывает все, каширует части, которые мы бы не хотели показать. И пусть, кстати, ткань будет более жестковатой. И под платьем такого фасона можно без сомнения носить и грацию, и колготки, и плоский живот. Вас никто не вычислит, никто ничего не увидит. Но существуют противопоказания. Если у вас полноватые руки, а у платья нет рукавов, оно этого не простит. В области рук вот эти недостатки сразу на черном будут контрастировать. Ну, конечно, можно схитрить, надеть, например, какой-то жакет большой или накидку, но тогда зачем вам платье без рукавов? Так, на пышную грудь, если натянуто чуть-чуть, пойдет. Но если над животом образуется мешок, то смысл этого фасона, в общем, теряется моментально. Здесь нужно соблюдать пропорции. Потом, классическое платье. Оно, в принципе, и для пышной груди. Если даже большое дегольте, то это смотрится вообще идеально. Как правило, классика идеально подходит полным фигурам, даже если платье вас слегка обтягивает. Имеется в виду полная фигура, как у, например, ну, Бриджит Бордо, Софи Лорейн. Они же не худышки были, но у них все пропорционально. Италия всегда была. А если вот полноватые руки, выбирайте платье с рукавами три четверти, в котором будут видны только предплечье и запястья. И тогда можно на эти запястья одеть браслеты, кольца на пальцы. В общем, будет отвлекать внимание от того, от чего бы вы хотели отвлечь внимание. Ну, при пышных бедрах тоже очень хорошо смотрится контраст между бедрами и талии. Вам остается только надеть грацию и утягивающие колготочки. Только так вы скроете небольшие валики жира или галифе в кавычках. Помните, я говорила это? Галифе – это то, что у нас по бокам отложение. Ваш силуэт все-таки останется полноватым, но не таких уж безобразных округлостей их не будет видно. Теперь момент противопоказаний. Если талия широковата, то вот это классическое платье, облегающее, не подойдет. Это я про это уже сказала. Ему нужен минимум форм, чтобы создать рельеф. Если у вас прямая фигура, выбирайте платье с тремя отверстиями. А платье трапеция – это когда юбка может быть от талии такая, как таля, как тарелка. Широкие бедра, маленькая грудь – оно будет очень хорошо, так как верх облегающий, грудь подчеркнута, а юбка широкая. Такой покрой идеально подходит для этих двух, когда маленькая грудь или широкие бедра. А если у вас полноватые руки, выбирайте модель с рукавами. Но если нет талии, контраст облегающего верха и расширенного низа только вашу талию подчеркнет. И полноватые ноги, так как этот фасон маленького чёрного платья предпочитает более хрупкое сложение, как принцесса. Если у вас ноги полные, ещё расширенное вот это платье трапеция, ну, не знаю, лучше не надо. Всё зависит, конечно, от ткани ещё. Платье с запахом. Здесь как бы двубортное дегольте. Вот самое основное, что женщинам хочется показать, если у вас нет талии, если у вас большая грудь, оно просто будет идеально. То есть пышная грудь только выиграет от треугольного дегольте. А красивые бёдра и тонкую талию подчеркнёт пояс, конечно же. Но есть же ещё и платье с запахом без пояса. Кстати, противопоказания. Честно говоря, их практически нет, не считая, но очень маленькой груди. Для маленькой груди платье с запахом не подойдёт. Потому что всё, как говорится, сразу исчезнет. Ничего не будет видно. Хотя можно справиться и с этим, если надеть хороший бюстгальтер, пашапа, в общем, который приподнимает грудь. Аксессуары к маленькому чёрному платью – это, естественно, красная помада, подводка на глаза, золото, всякие броши, сумочки красивые, платочки, жакеты. В общем, чёрное платье не выносит плохого вкуса. Просто вот… Потому что оно само по себе очень сдержанно. Вы не можете выйти в маленьком чёрном платье, не приложив ещё немного усилий, не поработав над лицом, над прической. Я уже где-то говорила, что бледным девушкам нужно обязательно макияж, если вы одеваете чёрное. Ну, а вот тем, у кого весенний типаж, вот этот чёрный вообще противопоказан, нужно обыгрывать возле лица чем-то другим. Не хотите же вы выглядеть бледной, заплаканной, вдовой, правильно? Поэтому макияж обязательно. Но только не его отсутствие. Представьте, красивое маленькое чёрное платье и лицо без макияжа. Ну, сразу выглядишь бледное, заплаканное, не дай бог, ещё красные глаза подчёркиваются. Платье мгновенно потеряет свой исключительно гламурный статус. Самое большее, кому это идёт, это темноволосым женщинам с контрастной кожей, вот таким итальянкам, которые типаж зима. Так что к такому наряду просто необходима ярко-красная помада и невероятно длинные ресницы, ну, хотя сейчас это уже так, созданные с помощью туши, конечно. И почему бы не навести на веки подводку в стиле глазолани, такие раскосы. Для маникюра лучше всего выбирать красно-чёрный цвет, то есть такой насыщенный, кроваво-красный лак. Вы вполне можете себе позволить и чёрный французский маникюр, ну, всякий, в общем, смотря что. И прическа имеет огромное-огромное значение. Платье с тремя отверстиями – это скорее маленький французский пучок. Классическое платье коса сбоку, может быть, а платье, ну, или конский хвост тоже хорошо. А платье с запахом – это укладочка. Ну, обычно полноватые женщины, конечно, у них стрижка тоже подойдёт. Вот, укладка. Ну, головка должна быть аккуратненько. Прическа должна быть уложенная. А вот Кристиан Диор в 54-м году сказал, правда, лучше и не скажешь. Вы можете носить чёрный в любой час, в любом возрасте, в любой ситуации. Маленькое чёрное платье – это основной элемент женского гардероба. «Я бы мог написать книгу о чёрном цвете», сказал Кристиан Диор в 1954 году. Ну и правда, лучше не скажешь. И на работе, и вечером, и с белой красивой сорочкой тоже можно. Или, допустим, эту же самую сорочку одеваешь под платье, воротничок выставляешь, если у вас вырез круглый. Непрозрачные чёрные колготки, красивые балетки, туфельки. Ну, в общем, если хотите казаться ростом выше, то, конечно, каблучки, волосы убираем в пучок, ну и так далее. Я уже не говорю про колье, вечерний вариант, если куда-то идёте. Вот. Если на свидание, то это, конечно, маленькая сумочка от Шанель подойдёт. Не слишком много одевайте на себя украшений, если идёте на первое свидание. Но маленькое чёрное платье, это, да, подойдёт для первого свидания. Например, пурпурные туфельки на босу ногу. Так сексуальные. Ну, на шею простую, красивую, золотую цепочку. Не больше. Волосы распущенные, тоже подойдёт, если у вас красивые, длинные волосы. Выглядит максимально гламурно. На ногтях красный лак. Ну и теперь в ваших силах закончить это первое свидание так, как вам хочется.